У депутатов Хурала накопилось много вопросов к исполнительной власти. Во-первых, не всех устраивает, как осваивают деньги, выделенные на отлов и стерилизацию бездомных животных, которых, по отчету руководителя республиканской ветеринарии, отловили в республике уже больше половины. Сегодня муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению мероприятий в области обращения животным без владельцев заключились в 22 муниципальных образованиях, кроме администрации муниципального образования Муйский район. Всего по республике отловлено 5056 животных, в том числе по городу Улан-Де отловлено 3394. Всего выпущено прежнее средообитание 2601 животные, передано новым владельцам 612. 83 животных передали на пожизненное задержание в частные приюты или новым владельцам. По словам парламентариев, деньги осваиваются не в полном объеме, а в приюте, куда доставляют животных для стерилизации, их даже не кормят. Меня поразило то, что в двух чанах какие-то люди варят из свиных голов корм и кормят раз в день. Неужели в морозах при минус 30 градусов тоже будут они варить эту пищу? И предусмотрена по нормам кухня какая-то для подготовки корма. Чтобы озлобленные и голодные псы не кидались на людей, парламентарии предлагают открыть точки, где бы кормили уже стерилизованных отловленных животных. Напомню, в этом году на борьбу с бродячими собаками республиканский бюджет выделил 55 миллионов рублей. И только 23 из них освоены. Не решены только два момента. Первый момент – это определение понятия агрессивности, действительно пробел. Те животных, которых мы должны содержать в приюте пожизненно. Второй момент – у нас были проблемы по идентификации и обязательно регистрации. На этой сессии Государственной Думы законопроект об обязательной идентификации, он будет рассматриваться. Следующий вопрос, который остро стоит в республике – обеспечение населения дровами. Цена на них в этом году существенно повысилась. Я понимаю, что окрестные леса, видимо, все уже вырубили, там, видимо, все уже или выгорело, или разворовали. И вот даже если по окрестным лесам проехать, там лес-то он в основном тонкомер. То есть там, ну, жердовник фактически один у нас растет вокруг города. Все-таки какая перспектива, как жителям жить, вот тем гражданам, которые являются жителями домовладений частных, что им ждать в прошлом, в следующем году, в позаследующем и так далее, на перспективу. В районах лес для жителей еще доступен, а вот если говорить о столице Бурятии, тут все сложно. В агентстве лесного хозяйства провели анализ, на основе чего составили предложение. Мы сегодня отмониторили эту ситуацию, на ближайшие, я же сказал, что мы идем по пути не сегодняшнего дня, а на ближайшие 3-5 лет запретить заготовку другими категориями лиц, только для населения, для отопления. Других вариантов вот этой задачи не решить, потому что она все будет дальше и дальше удаляться. Бизнес будет или поставлять ее на Селингинский ЦКК, или на другие цели, на переработку, если она еще как бы, ну, будем представлять свою товарную ценность. Или если она является полуделовой. Поэтому здесь вопрос только в таком плане должен решаться. Также руководство РАЛХА предлагает для заготовки древесины предоставлять людям участки сельхозназначений, которые давно заросли, и это уже задача муниципалитетов. Более детально депутаты будут рассматривать предложения в рамках рабочих групп. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова